То скользко, то сыро. Весенняя распутница не заставила череповчан долго ждать. Одни дорожки вычищены до асфальта, другие до сих пор покрыты льдом. Именно так сейчас выглядит сквер на улице Гоголя. Местных жителей жалуются, в этом году коммунальные службы почему-то про него забыли. Всякое бывает. Тогда вот был лед, просто невозможно было пройти. Было совсем непосыпано. Ну а сегодня рассел, можно идти. Сейчас везде скользко. Так нормально? Терпимо. Ну конечно, что тут. А это уже Первомайская 52. Вместо пешеходной дорожки и проезжей части глубокая лужа. Ей рады, пожалуй, только мальчишки в резиновых сапогах. С коляской здесь не пройти. Пешеходы вынуждены передвигаться по кромке льда. Водители стараются искать объездные пути. А это уже Ленина 149. Дорога, как после бомбежки, говорят местные жители. Настоящая полоса препятствий. Думал, отравой глушитель был. Когда это было? Это было буквально неделю назад. Не взял. Не видно его. Так задел хорошо. Вот уже несколько месяцев коммунальные беды не покидают и жителей дома на Шекснинском 6. На дороге образовалась глубокая колея. Да не одна. Водители грузовиков маневрируют. Одно неверное движение и можно задеть припаркованный транспорт. А пешеходы вынуждены делить тротуар слегковушками. Не убирают. Вот и вся проблема в этом. А сколько раз за зиму здесь была спецтехника? Помните? Знаете, я уже не помню. Чтобы поменялась компания. Сейчас вот эта новая компания вообще ничем не занимается. На этом проблемы не заканчиваются. Рядом с парковкой детский городок с опасным аттракционом. Этот трехметровый снежно-ледяной вал коммунальщики сформировали в течение зимы. Судя по всему, снег с проезжей части и тротуаров сгребали сюда, на детскую площадку. Этой кучей местные жители уже нашли применение. Здесь катаются с горки. Сейчас жители близлежащих домов переживают, что когда эта куча начнет таять, талые воды заполнят подвалы домов. В управляющей компании нам сообщили, что разгрести снежные кучи и избавиться от колености планируют уже на следующей неделе. Как только столбик термометра уверенно будет подниматься вверх. Ведь сейчас справиться с ледяными образованиями спецтехника не сможет. К слову, такую картину можно наблюдать почти в каждом дворе. На этой неделе специалисты мэрии выявили 251 нарушение. Основные проблемы мы фиксируем во дворах, где в системе в течение зимнего периода у нас плохо убирали снег. И не воспользовались временем, когда у нас была оттепель и была достаточно рыхлая снежная масса, которую можно было легко до асфальта убрать. Сейчас там, естественно, замерзает вечерний период времени утром. Это также скользко. И требуется достаточно много посыпки, чтобы было нормально ходить. Специалисты советуют коммунальщикам не терять времени даром и уже приступить к работе над ошибками, пока позволяет погода. Тех, кто в ближайшее время не избавится от снежных куч, луж и гололедицы, накажут. Татьяна Жданова, Сергей Павлов. Новости.